всем доброй ночи и так дорогие друзья я сегодня решила поработать а именно снять и подарить вам новые работы потому что время от времени это нужно это то что останется вам после меня поэтому на это я больше акцентирую свое время внимание и так ритуал который я хочу вам подарить очень сильный очень действенный если все сделать как положено все сделать правильно то ближайшее время вы заметите разницу между вашим достатком до и после я вам уже рассказывал о ведьме соломей которая считалась одной из самых удачливых одной самых богатых ворожей к ее душе обращались за помощью обращались в основном практике потому что простые люди мало знали как обращаться к ней эти все знания затерялись веках а ведьме соломей я первый раз услышала когда изучала древнерусский фольклор и тайны видовства тайны деревенской магии которая является самой сильной и вот изучая эти источники я очень многое узнала о ведьме соломей о том как ее вызывали и прочее к сожалению там всего лишь давалось несколько различных способов как это делалось то есть рассказ естественно ни слов не из полностью ритуалы там не было естественно имея образное мышление зная каким образом нужно к ней найти подход я создала на этой основе несколько ритуалов некоторые из них я уже вам подарила но подарю еще дорогие друзья соломей не имеет ничего общего к той соломеи которая считается дочерью ирода великого я об этом уже говорил дочь ирода великого вышла замуж прожила до самой старости старости она была царицей киликейского царства армянского киликейского царства и видимо чувствуя за собой вину запретила преследовать первых христиан это все что о ней известно соломея же была ворожей которая жила в своем огромном особняке или дворце или доме ее история из раннего средневековья именно история руси к ней приезжали из разных стран считалось что к ней приезжали с караванами с дарами с благодарностью настолько она была сильная ведьма и после ее ухода люди приходили в то место где она жила просили ее помощи она с того света слышала и помогала люди откупались оставляли ей дары и уходили и вот ведьмы и ведьмаки на протяжении многих веков обращались к ее душе за помощью потом эта традиция постепенно исчезла как и всякая другая но поскольку есть люди которые пришли в этот мир чтобы возродить видовство и наверное надеюсь что одна из них я то естественно я воссоздала эту традицию и дарю уже простым людям определенные работы которые помогут им улучшить свое материальное состояние и так и так что нужно для этой работы для этой работы вам нужно вино можно в маленькую рюмку зеленая свеча которая будет использоваться только в этом ритуале каждый раз когда вы будете как бы совершать этот ритуал вы должны именно эту свечу зажечь желательно не менять на одной стороне свечи пишите свое имя на другой стороне саламия потому что вызов будет через стать потусторонний то есть через зеркальную гладь через потусторонний мир за зеркалья души соломеи и просьбы к ней считалось что она любит красное вино разложите драгоценности деньги любые деньги чтобы они отражались в зеркале зеркалами вообще много работ много ритуалов денежных считается что зеркала приумножают то есть они отражая приумножают в двое в трое и больше и больше ведь зеркальный коридор не заканчивается и значит ваши деньги будут бесконечные всегда этот ритуал можно выполнить в любой день кроме понедельника да черная материя черный алтарь кто не знает что такое алтарь и откройте посмотрите это всего лишь место для проведения ритуалов и от цвета ткани зависит цвет алтаря жертвенник место где вы жертвуете оставляйте свою благодарность где вы просите и так далее читать нужно шесть раз потом потушить свечи это все можете убрать по своим местам вино поставьте на подоконник следующий день значит вот эту зеленую свечу надо спрятать для следующего раза этого ритуала следующий день шесть монет вино можно маленькую такую бутылочку или там ну можно перелить куда-нибудь открыть вылить немного вина под дерево оставить шесть монет и сказать соломея моя благодарность она меня услышала и все исполнила истинно так отвернуться и уйти через некоторое время у вас продажи увеличатся у вас начнется удачная полоса в жизни те которые испробовали многие денежные ритуалы делайте все все которые возможно дорогие друзья удача капризная сила ее нужно все время обновлять постоянно не обновляйте опять временный застой может наступить потому что удача она знаете как вселенская энергия нужно все время подпитывать призывать обновлять и так далее вот таким образом эту свечу спрячьте для других времен когда еще раз будете делать тот же самый ритуал начали до в темное время суток проводится откуп можно на следующий день читаем шесть раз я читаю один раз я матерью рожденное древним богам посвященное темной ночью творю свое колдовство то случится великое волшебство первым разом поклонись душе великой ворожей колдунь и богатей ведьми соломеи от и достопочтенные от и никогда живущая в богатстве в уважении и в почете ходила ты по земле смело творила свое колдовское дело по миру богатство собирала в сундуках своих золото было с богачами да князьями дружбу водила караваны шли с востока к твоему дому круженные добром алмазами мехами златом серебром сапфиром жемчугами и всякими великими дарами соломеюшка ты жила в богатстве приди через тать зеркальную с мира теней и шедрой рукой своей удачи поделись со мною помоги мне соломея ведьма великая богатая ворожея через зеркальную тать прошу тебя мне передать свою удачу свой достаток заклинаю я тебя соломея ведьма благослови мои дела отныне и до веку золотом полны мои сундуки тарами дом мой полон денег моих считать не сосчитать на столе лучшая еда на плече дорогие меха обновы до шелка лучшее ем лучшее пью в лучших мехах в алмазах жемчугах богатство рекой льется все мне с удачей и во благо дается дай мне соломея столько имущества чтобы внуки мои до седьмого колена ели и пили а все оставалось да еще их детям бы доставалось будь благословенна ведьма соломея с моих слов силы вселенские пришли в движение и да исполнится сие моление заклинаю я и все что просила получаю я истинно так прочитать шесть раз и сделать так как велено вам ритуал обязательно наберет напечатает я на имейте уважение имейте терпение не пишите каждые пять минут где и чего если очень спешите остановите видео перепишите если не спешите дождитесь она обязательно вам выложит проведите этот ритуал он очень сильный очень скажем так быстро работающие эффективны и если все сделаете правильно то естественно со временем через короткое время уже почувствуете результат на себе а свечу это оставьте каждый раз когда будете совершать этот ритуал можете вытащить и поставить эту свечу этот ритуал лучше совершить раз в неделю но можно два раза если уж прям сильно финансовые трудности но этого достаточно вполне сделайте все правильно в комнате можно чтобы находились животные если ребенок где-то спит это возможно но чтобы никто скажем так в трезвом уме и здравой памяти не сидел и не смотрел и не слушал что вы говорите вот этого не нужно это вам будет мешать вы должны в полном одиночестве скажем так настроиться и спокойно в спокойствии провести этот ритуал и через короткое время ваши все скажем так имущество ваше приумножится еще я вам рекомендую еще раз я снова выложила по великой просьбе деду сидору волшебный заговор я обычно этот заговор читаю глядя на свои украшения и они приумножаются я вам скажу честно хотя она создана мной для хозяйства чтобы хозяйство было полным полно люди читают на свой сад у них урожайный год это действительно воистину волшебный заговор но попробуйте читать на свои шубы на свои украшения даже на свои деньги просто вместо гусей и кур называйте деньги или называйте украшения просто своими именами называйте на что читаете и вы в скором времени сами увидите что происходит вообще на самом деле ведь мои работы созданы для того чтобы люди постепенно постепенно улучшали свой достаток и кто правильно делает не лениться действительно делает следует всем этим инструкциям со временем замечать насколько много у него перемен в жизни в лучшую сторону всем удачи всех благ